А главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Исправились после нескольких тысяч замечаний. Нардепы приняли судебную реформу. Что с пенсионной? В пепелище вместо банка в центре Львова сгорело финучреждение. Из-за чего возник пожар? И что удалось спасти? Десять чемоданов оружия, что известно о стрелке, от рук которого погибли десятки людей в Лас-Вегасе. Проголосовали. Три недели подряд в Верховной Раде рассматривали судебную реформу. И сегодня, наконец, дошли до финального голосования. Изменения приняли. Вслед за этим, нардепы приступили к пенсионной реформе, но обо всем по порядку. Как голосовали избранники, о чем спорили на утреннем заседании, как нажимали на кнопки, дали в материале. Третья неделя рассмотрения одного единственного законопроекта судебной реформы вышла на финишную прямую. К утру осталось поправок на несколько часов и рвение двух фракций. Самопомничьи и Батьковщины рассмотреть все до конца. Зараз идет чистка, принаймні, тех статей, которые не дают возможность правоохранным органам действовать фактически свою работу. И те правки, которые обмеживают право граждан, обратиться в суды фактически остановлены. Я думаю, это уже невелика, но победа в рамках сегодняшнего дня. А вот коалиция в полупустом зале больше ждала парламентской мобилизации, когда дойдет черед до окончательного голосования. Мы держим кулаки, мы должны сдавать саботаж этих народных депутатов и ухвалить эти в край важные законы. Что мы не собираем на повторное другое, тогда вся судовая реформа накрылась медным тазом. Суды-коррупционеры довечно остаются на своих посадках довечно, и уже никто их здесь не сковернет. Никакой единой судовой практики ничего не будет. После обеда народных избранников в зале стало больше. Рассмотрели все поправки и быстро, пока депутаты в сборе стали голосовать за реформу. В другом читании я прошу не голосовать чужими картками, прошу голосовать 62-32 в другом читании и в целом. 234 голоса за судебная реформа в итоге принято. И тут же немедленно ордебы перешли к другой. Это была важная трехтижневая работа, коллеги, но мы смогли выйти на позитивное голосование, что для нас отрывает шлях для перехода до пенсионной реформы, коллеги. Еще утром депутаты были настроены работать до последнего. Мы готовы працювать и без переговора, и в ночи, пока пенсионная реформа не будет принята. Про эти реформы люди кажут наступное. Под тиском Международного валютного фонда проводится операция по скорочению населения Украины. Тому, кто не знищит пенсионная реформа, медично добьет точно. Судячи с показниками бюджета, головный приоритет уряду на наступный год утриматись на посадах, спираясь на силовиков. Наполягаемо негально заслухать звит уряду, разглянувши программу по выходу с кризи. В новом бюджете наполовину скоротить вытраты на силовый блок и направить эти деньги на поддержку учителей, медиков и пенсионеров. Но вместо кабиновского отчета в парламенте один министр соцполитики. До реформы, которую долго обсуждали и в Кабмине, и в комитете. И благодарность за возможный успех стали раздавать авансом. Планувалося с 1 жовтня сделать перерахунок пенсии за использованием прожиткового минимума 1312. За пропозициями фракции, фракции Олега Ляшка, врахована показник 1452 гривни, а це вже не на 61 гривню збільшення, а майже на 140. Фронтовики обещают поддержку реформы, тем более их депутат во главе профильного комитета. За пенсионную и в БПП. Не исключено, что голоса даст самопомощь и другие фракции. У нас есть люди, которые будут голосовать, потому что закон даже не называется пенсионной реформой, он называется изменой до некоторых законодательных акций, что до подвищения пенсии. Люди голосуют, потому что морально чувствуют ответственность, что в частности людей нужно поднять пенсии. Это правда. То, что это будет на 30% меньше, и будет за счет будущих поколений, и в этом фактически есть, знаете, зиткнение интересов. В этом есть трагедия этого закона. Есть проблемы сегодня с пенсиями, есть проблемы. Я не думаю, что вы найдете ни одного пенсионера, который сегодня с удовольствием уровня пенсии. Ну, по-перше, это не пенсии, это помощь от государства. По-друге, есть проблемы сегодня в пенсийном фонде, есть проблемы. Потому что сегодня, можно так сказать, дефицит, или дырка, 140 миллиардов гривен. Мы уже давно приняли решение поддерживать эту реформу, мы, я считаю, ее отработали. Рассматривать реформу решили, не перебиваясь на обед. Минимальное количество нардепов все же проголосовало за увеличение рабочего дня. Правда, объявить перерыв на 15 минут все же пришлось. В ради запахло паленым, в прямом смысле слова. Вызвали пожарных. Как оказалось, в одном из пультов нардепов произошло замыкание. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Вадим Ревун. Подробности, телеканал Интер. Ну, а что касается пенсионной реформы, какие аргументы звучали в зале, насколько спорным было обсуждение, как прошло голосование. Все узнаем у Ольги Теребинской. Она следила за событиями в Раде. Оль, здравствуй, расскажи, кто был за, кто против, и каких изменений в пенсионном законодательстве стоит ждать? Да, здравствуй, Катя. Примерно 4 часа без перерыва. Верховная Рада рассматривала поправки к пенсионной реформе. Изначально их было больше 2 тысяч, но поскольку радикалы свои полторы отсеяли, осталось около 600. Оппозиционеры сразу же заявили, голосовать за эту реформу не будут. Цельный блок не будет голосовать за эту пенсионную реформу. Потому что урядовая пенсионная реформа – это бартер, при котором Кабмин за 2 миллиарда транша МВФ рассчитывается действующими и будущими украинскими пенсионерами. Это существенный обман, и никаких покрашений, никаких решений вы не получаете. Ближе к концу заседания в зале появился премьер-министр Владимир Гройсман. Он попросил депутатов серьезно отнестись к голосованию, ведь это исторический для Украины момент. Не меньше, как 9 миллионов украинских пенсионеров увеличить пенсии так, как мы и обещали. Поэтому я прошу каждого, буквально каждого депутата, отдать свой голос. 288 голосов за и реформа принята. Кроме оппозиционеров реформу не поддержала «Батькивщина» и «Самопомощь». А вот Народный фронт и БПП голосовали почти полным составом. Мы сегодня достигли, что 10 миллионов наших граждан получают увеличение пенсии. Не меньше, чем 140 гривен каждый человек получает. А если она работала больше, и заработная плата у нее была больше, она получает больше пенсии. Вот кто получает и 3 тысячи увеличения пенсии, а кто тысячу. Мы, главное, не изменяем систему поддержки пенсионеров. Мы не проводим, как это и в большинстве стран, другий накопичивальный уровень. Сегодня повышение, которое безумовно потребует действующим пенсионерам, происходит за счет того, что новые пенсионеры получают меньше. После принятия пенсионной реформы депутаты рассмотрели и связанный с этим законопроект. Он предусматривает, что расходы из пенсионного фонда передаются в госбюджет. Поддержали этот документ 255 депутатов. Владимир Гройсман поблагодарил всех за поддержку, после чего спикер закрыл заседание. Студия. Оль, спасибо тебе за детали. Ольга Теребинская была на связи со студией с подробностями принятия пенсионной реформы. И текст еще одного нашумевшего законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий появился сегодня в интернете. Его опубликовала на своей странице в фейсбуке вице-спикер Оксана Сыроид. В документе 16 страниц он предусматривает признание России страной-агрессором, а не подконтрольные территории Донбасса оккупированными. Соответственно, все органы власти там незаконны. Президенту дано право прекращать полномочия областных советов и назначать военные администрации, а еще объявлять военное положение в любых областях, а не только в зоне ОТОМ. Но по информации источников украинской правды, это старая версия документа, другой текст, англоязычный, тоже не актуален. Законопроект до сих пор меняется, президент внесет его в парламент, скорее всего, завтра. Это же подтвердила и первый вице-спикер Ирина Герасченко. По ее словам, было несколько десятков версий документа, но в окончательном варианте будут определенные важные и неожиданные моменты. Ключевая философия этого законопроекта – это повернение территории, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а не, как некоторые фракции тут пропонуют, за что они бьются, отмова от территории. Такого не будет. Мы будем бороться за продолжение санкций. И вот для этого будет одна новелла в законопроекте. Пока в Киеве рассуждают о возвращении оккупированных территорий на подконтрольных митингуют жители. В Северодонецке и Луганской области тысячи людей вышли на акцию, организованную профсоюзами. Требуют от правительства защитить внутренний рынок минудобрений, отремонтировать дороги в области и позволить предприятиям пользоваться газом собственной добычи. По их словам, промышленность региона простаивает и уничтожается. Люди говорят, если власти не отреагируют на их требования, протестовать придут под Кабмин. У нас самая больная тема, что у нас люди разъезжаются. Мы теряем свой квалифицированный персонал. У нас уезжают с семьями. У нас регион превращается постепенно в промышленную пустыню. Мы требуем модернизации угольной отрасли и поддержки дотации. Мы требуем поддержки предприятий химической отрасли. У нас колоссальнейший объем производства, который сегодня простаивает. У нас есть возможность, чтобы работал нефтеперерабатывающий завод, азот, чтобы была стабильная подача электроэнергии. В Одессе появились новые подозреваемые в деле о пожаре в лагере «Виктория». Напомню, 15 сентября там погибли трое детей. Что известно о новых фигурантах расследования, об этом Андрей Анастасов. Пожар в лагере «Виктория» произошел ночью 15 сентября. Двухэтажный деревянный корпус, в котором находились около 50 детей, выгорел полностью. Погибли три девочки, 8, 9 и 12 лет. Сейчас трагедию расследуют по трем направлениям. Нарушение правил пожарной безопасности, служебная халатность и служебный подлог во время реконструкции комплекса. О подозрении уже объявили директору Виктории Петросу Саркисяну. Он взят под стражу и 23-летней воспитательнице Наталье Янчик. Она отвечала за противопожарную безопасность. Сначала ее тоже отправили в СИЗО, но позже освободили на поруки народным депутатам. И вот сегодня о подозрении объявили Зинаиде Цверенько. На момент происшествия она занимала пост вице-мэра Одессы и как раз курировала сферу образования. Правда, сразу после трагедии ее уволили по собственному желанию и в связи с выходом на пенсию. По данным следствия, Цверенько недобросовестно исполняла свои обязанности, что и привело к фатальным последствиям. Вказанному заступнику Одесского міського главы завчасно и достеменно было известно, что детский табор належным чином не переданный на баланс, в связи с чем не подключены системы пожарной безопасности. Скорее всего, уже завтра Зинаиде Цверенько суд изберет меру пресечения. Прокуратура намерена настаивать на максимальной в данном случае мере – домашнем аресте. Но на этом круг подозреваемых не замыкается. Напомню, есть вопросы к управлению капитального строительства горсовета, которая была заказчиком реконструкции лагеря, а также к сотрудникам ГСЧС, которые в прошлом году почему-то признали деревянные корпуса безопасными с пожарной точки зрения. В прокуратуре сообщили, сейчас как раз проводятся обыски на 14 предприятиях, которые в разные годы сотрудничали с генподрядчиком реконструкции Виктории. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер» Одесса. Сегодня днем во Львове горел частный детский сад. Огонь возник на первом этаже в электрощитовой. Очень быстро помещение заполнил едкий дым. Еще до того, как прибыли спасатели, воспитатели вывели детей на улицу. Всего 40 человек. Пожарные погасили пламя в щитовой с помощью огнетушителя. Ни дети, ни персонал детского сада не пострадали. А ночью во Львове горел Сбербанк. Пожар в этом отделении случается не впервые. Но в этот раз пламя практически полностью уничтожило помещение. Почему возник огонь, узнавала Галина Якушко. 2.30 ночи на проспекте Вячеслава Черновила горит помещение Сбербанка. На место выезжают сразу 4 пожарные машины. Огонь удается потушить через полчаса. Вогнем уничтожено архтехнику и перекрытие на площадь 25 метров квадратных. Это практически все помещения отделения данного банка. Пожарных вызвал Михаил. Он живет в доме по соседству. Его квартиру заполонил едкий дым. В доме уже трескало шкало на пене. Горело уже. То я выбег на балкон и сразу страшно думал, что наш дом горит. От вогню полом я... От вогню шкло плавилось, билось. Сбербанк занимает помещение на первом этаже бизнес-центра. Другие офисы не пострадали. Сегодня на входе в сгоревшее отделение охрана. Внутрь никого не пускают. Нынешнее ЧП в отделении по улице Черновила не первое. Больше года назад неизвестные бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью. После инцидента фериал продолжил работу. Примерно в то же время сгорело отделение возле Стрийского рынка. Его закрыли. В обоих случаях, говорят правоохранители, это был поджог. Джерело займания было занесено зомни. Также установлено, что в наследок пожежи полностью пошкодено майно банку. Сумма сбытков становится. Нарази уже призначен ряд экспертиз. За последние два года отделение Сбербанка громили по всей Украине. Филиалы в Одессе, Киеве, Полтаве, Кременчуге обливали краской, заклеивали плакатами и забрасывали камнями. Галина Икушки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Неожиданно истек срок бессрочной акции Вадима Рабиновича. Шапито возле Нацбанка свернули после расследования журналистов. И если не банки, то уж нардеп этих обманутых вкладчиков все-таки бросил. Обещал в митинге, а значит и оплату до победного. А в итоге оставил без заработка. Ведь кричали они за 100 гривен в час. Самому Рабиновичу один день акции обходился в миллион гривен, но заработал он втрое больше. Подробности далее в сюжете. Бессрочно начал, досрочно кончил. Нардеп Рабинович таки решил свернуть шапито у Нацбанка. То ли обиженные вкладчики разуверились во всем, то ли деньги на оплату их стояния не дают. Здесь нет ни одного человека, который пострадал от банковской системы. За все время бессрочной акции никто из так называемых вкладчиков не смог объяснить, зачем ходят к Нацбанку. Куда вы идете? Я прямо иду. Ну, такой большой колонной, наверное, куда-то направляетесь? Ну, мы здесь. Прикрывали это шоу с помощью своих СМИ, масштабируя картинку и обогащая децибелами демагогии. Мы сюда пришли за життя, за Вадима Рабиновича. Сам же Рабинович радовал своими децибелами демагогии не так часто. Да и то она 4-5 минут. И только под камеры. От них пахнет дерьмом. О запахе говорили и жители окрестных домов. Обиженные вкладчики Рабиновича буквально устроили сортир в самом центре столицы. Нардеп с трибуны вещал, нас тут тысячи, шесть тысяч. По факту же не более пяти семисотен под охраной смотрящих в оранжевом. Они же прямо тут предлагали простым прохожим деньги за стояние перед НБУ. Они как бы, кажется, за деньги стоят. Тут как бы три смены есть, там какая-то смена 100 гривен, еще какая-то стоит, какая-то 250. Оплата, топтание, слушание на бессрочном митинге ежедневная, сразу по финишу. Деньги выдают на месте, так безопаснее, тем более, что стесняться уже некого. Скажите, а где деньги дают? Ну, если вы записаны. Да. А у кого вы стоите? У Александра. У Александра. Вот вы как раз к нему идите и там стойте, покуда кончится это все, так сказать, выступление, участие. Мы все снимали. Лица, мотивы, время прихода, ухода. И, конечно же, знаем цену всего этого. Сколько это в общий бюджет? Ну, посчитайте, если 400 примерно на человека. Скажите, я в полмиллиона влезу гривен или не влезу? В полмиллиона? Тогда, наверное, не будет 2000. Больше, меньше? Тогда, наверное, будет 1700. Прочемлем, да? А если 2000, ну, тогда минимум 80. Вот такие факты. А реально, перед спонсорами акции Рабинович как бы отчитывался за 6000 участников. Нагрел нардеп не только своих спонсоров, но и самих бурлаков без срочки. Вместо обещанных 100 гривен выплаты уменьшились до 70. А вот в те разы было и 100, и 90. Так а почему-то? Вот мы не понимаем. Каждый день по-разному. По нашим и не только нашим подсчетам, пара недели такого цирка обходится почти в 25 миллионов гривен. Таких денег у Рабиновича нет по декларации. А если бы были, то он их в эту топку перед Нацбанком никогда бы не кинул. Кинутыми остались все. Спонсоры, нанятая массовка и больше всех, конечно же, реальные вкладчики. Тут перед Нацбанком после бессрочки шапито. Их уже никто не услышит. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. 100 миллиардов гривен ущерба нанесли государству бывшие налоговики времен Януковича. Об этом в Харькове заявил генпрокурор Юрий Луценко. В списке 46 человек, четверо под стражей, еще 21 под залогом. И если расследование по этому делу продолжается, то в отношении фигурантов экономических преступлений беглого президента и его окружения ГПУ следствие завершило. Практически по всем уже есть разрешение на заочный суд. Остается один фигурант. Эдуард Ставицкий сказал Юрий Луценко. Он также отметил, что ГПУ обратилась в суд с просьбой разрешить специальное расследование против Виктора Януковича, которого подозревают в организации теракта на улице Институтской и убийстве участников Майдана. Что же касается других виновных в расстрелах в центре Киева, уже известна дата судебных слушаний. Пятого жовтня в суде, в столице, будет первое заседание по справе о винных в расстреле на Майдане. И так, в разе задоволення нашего вопроса про заочный характер правосудия, она, в короткий термин, будет передана до расследования по сути. И мы считаем готовыми к обвинению Януковича, Захарченко, Якименко и ряду других посадовых российских органов до отдачи наказов, что привели к распространению мирных демонстраций на Майдане. Изложил генпрокурор и свою версию пожара на военном арсенале в Калиновке. По мнению Юрия Луценко, причина трагедии – диверсия. Но она стала возможна из-за служебной халатности военных. Диверсия – причина пожара и на военских складах в Сватове в 2015 году и Балаклее в марте 2017. Как сообщил генпрокурор, УкрАвиарух предоставил данные о беспилотнике, который прилетел со стороны России и сбросил на Балаклейский арсенал два термобарических снаряда. Это могло произойти из-за служебной халатности должностных лиц Генштаба. Отдельные вопросы у следователей к Минфину. Сразу после взрывов Балаклея правительство выделило деньги на усиление охраны военных арсеналов. Но на места они дошли только через полгода. Более 10 тысяч человек призовут в армию этой осенью, но в зону АТО новобранцев направлять не будут. Призовут в этом году и офицеров запаса, не больше тысячи. Их в основном задействуют для охраны складов с боеприпасами. И это утверждает в Генштабе одно из главных нововведений этой призывной волны. Двое украинских бойцов ранены сегодня на Донбассе. Боевики снова применяют грады. Из реактивных систем залпового огня обстреляны украинские позиции на Мариупольском направлении. Досталось и окраинам Авдеевки. Там противник бил из гранатометов. С подробностями Руслан Смещук. Авдеевка снова под огнем боевиков. Опять пострадали улицы, расположенные по соседству с промзоной. Российские наемники более трех часов били по юго-восточной части города. Тем временем Маренко восстанавливается после вчерашнего и более старых вражеских обстрелов. Их последствия повсюду, как, например, в этой пятиэтажке. Самые большие разрушения были в этой квартире. 30-й квартир. Все стены перекладывали, плиты все были разрушены. Три яруса плит поменяли. Четвертый этаж, пятый этаж и покрытие отдельное. Шавкат Панжиев, инженер строительной компании подрядчика, которая выполняла ремонт. На работу ушло более трех месяцев. Сделали как для себя. Старались, чтобы люди могли прийти, работать полностью. Заменили сантехнику всю. Начинают моют на кухне. Отопление, ванну, туалет, электричество. Хотя работы тут не на месяцы, на годы. По областному бюджету 9 квартир ремонтов у нас по бюджету районная. Цена залишается 15 квартир, и до каких зо всех не приступили. Еще сложнее ситуация с поврежденными или разрушенными частными домами. Их в Маринке почти полторы тысячи. Сто будинки потягнешь, приватных? С нуля нет. Для восстановления привлекаются деньги государства, благотворительных международных фондов и организаций. Первоочередная задача до сезона дождей – восстановить кровли. Я зараз выделил 27 миллионов гривен на материалы. То есть 27 миллионов гривен на материалы. Зараз материалы все закуплять. И шкло, и цвяк, и дерево, и шифр, и цемент рубирует. Все, все, все. Но каждый новый обстрел боевиков, как, например, вчерашний, увеличивает счет ремонтов и человеческого горя. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревьюк. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. Буквально только что на сайте оппозиционеров появилось заявление. Политсила будет добиваться отмены пенсионной реформы. Поскольку она поставит пенсионеров на грань выживания. При этом, считают в ОПО-блоке, настоящая цель коалиции – не благосостояние украинцев, а получение очередного транша МВФ. Против реформы образовательной будут вместе выступать Будапешт и Бухарест. Глава венгерского МИДа на встречу с румынским коллегой назвал принятие нового закона ударом в спину. Документ, по его мнению, противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, которое в свое время поддержали и Венгрия, и Румыния. Поэтому, считает он, обе страны имеют право предъявить Киеву претензии. В Запорожье ищут киллера, который совершил покушение на главу областной армянской общины. Нападение произошло сегодня средь бела дня. Нас полиции отмалчиваются, а интернет уже заполонили. Разные версии произошедшего выясняла детали Елена Медалюк. Главный офис армянской диаспоры находится на бульваре Шевченко. Это почти центр города. По информации представителей общины, киллер сидел в машине напротив здания, поджидал Арташе Сарксяна. Тот, как всегда, утром приехал на работу. Когда вышел из машины, вместе с охранником прозвучал выстрел. Когда они дошли к заднему, получается, крылу, ну, они прямо вплотную были, прозвучал выстрел, они не поняли, что произошло. Он упал, он к нему, что с тобой случилось. Он говорит, больно живот болит. От смерти Сарксяна защитил телохранитель. Закрыл его с собой. В результате сам получил ранение. Пуля прошила ему живот. Мужчина потерял 2 литра крови. Операция продолжалась больше 6 часов. Сейчас он в коме. Пациент в тяжелом состоянии. Он в настоящее время находится в реанимации. За него пока дышит аппарат. Но состояние стабильное, тяжелое. Инцидент произошел вчера утром. Но в нацполиции его до сих пор не комментируют. В прокуратуре тоже немногословно. Говорят, на месте происшествия нашли ружье и гильзу. Стрелка не задержали. Какие версии рассматриваются? Тайно. Тем временем в СМИ появилось сообщение о щедром вознаграждении. За информацию о стрелке или заказчике покушения обещают полмиллиона гривен. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Преступление со многими неизвестными. ФБР расследует вчерашний кровавый расстрел в Лас-Вегасе. Но о мотивах киллера пока ничего не известно. Какие версии рассматривают и какие шокирующие факты узнали об отце преступника. Дмитрий Анопченко следит за ходом следствия. Американская столица развлечений уже через сутки после преступления, которое унесло жизни 59 человек, возвращается в привычный ритм. Чем дальше от места трагедии, тем больше людей в казино и на улицах. Еще чуть-чуть и лишь выбитое окно на 32 этаже отеля Мандалай Бэй, откуда киллер и стрелял по людям, будет напоминать о событии, которому нет пока объяснения. Никто не знает, почему Стивен Пэдок, человек без военного прошлого и военных травм, которые могли бы повлиять на психику, бывший бухгалтер, мирно вышедший на пенсию и за всю жизнь, не замеченный ни в чем предрассудительном, решился на преступление. Вот в этом оружейном магазине, где он покупал винтовки, говорят, не было причин отказывать, мол, перед продажей пробивали Пэдока по базам данных и каждый раз видели, он чист. В итоге оружие у себя дома. За последние годы киллер накопил столько, что удивилась даже опергруппа, пришедшая к нему с обыском. Мы выявили и 18 единиц оружия, и взрывчатку, и несколько тысяч патронов. Как именно киллер пронес 16 стволов в отель, стало ясно после допроса персонала и просмотра картинки с камер наблюдения. В течение нескольких дней он приносил в номер чемоданы из своей машины, припаркованной в гостиничном гараже. Отель огромный, гости перемещающие багаж, обычная картина, вот никто ничего и не заподозрил. Все это дает следователям основания говорить, преступник действовал вовсе не под влиянием минутного эмоционального порыва. Он долго и тщательно готовил этот расстрел. Но вот его мотивы по-прежнему непонятны, ведь у Пэдока не было ни особых религиозных взглядов, ни политических предпочтений. Версию о причастности исламистов ФБР сейчас тоже отвергает. Сейчас появилась новая версия. Психическое расстройство. В своих архивах ФБР нашла данные. Отец киллера был грабителем банков. В 70-е его даже в список самых разыскиваемых преступников включали. В деле есть и справка медиков. Пэдок-старший был шизофреником и психопатом со склонностью к суициду. Версию, что и младший Пэдок ненормальный, отстаивает сейчас мэр Лас-Вегаса. Это просто психически больное, отвратительное человеческое создание. Оно принесло опустошение, которое останется навсегда в нашей памяти. Но и эта версия вызывает вопросы. Ведь психопатия не передается по наследству. А те, кто знали Пэдока, не замечали ничего необычного в его поведении. На расследовании сейчас без преувеличения брошены лучшие силы. Но очень может быть, что точка будет поставлена, а что двигало убийцы, следователи так и не поймут. Ведь в американских самых громких преступлениях последних лет, дела которых давно уже списаны и поставлены на полку, мотивы действий преступников так и не выяснены. Из Соединенных Штатов Дмитрия Нопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Более 300 тысяч человек вышли на улицы Барселоны в знак протеста против действий полиции во время референдума 1 октября. В Каталонии сегодня объявили всеобщую забастовку. Не работает общественный транспорт, закрытый магазином. Люди требуют наказать виновных в избиении местных жителей. Больше расскажет Алексей Пшемырский. Каталония страйкует. Сегодня с самого утра десятки тысяч людей вышли на улице Барселоны. Они требуют отставки правительства и наказания для полицейских за их действия в день референдума, когда пострадали более 900 человек. К обеду люди заполонили все центральные улицы города. Многие с флагами Каталонии. Они кричат «нет насилию». Они избивали людей, которые просто хотели проголосовать. Не только таких, как я, но и стариков, и детей. Как это возможно в 21 веке в Европе? Вы поддерживаете независимость Каталонии? Да, я за отделение. Но многие вышли не из-за этого, потому что против насилия. У многих таблички с надписями «Помогите» и «Почему Европа закрывает глаза». Они видели эти кадры, где избивают людей, и просто сказали, что это наши внутренние дела. Мы требуем от Европы осудить насилие, защитить пострадавших, а они просто молчат. Главные достопримечательности сегодня недоступны для туристов. В городе перекрыты все центральные дороги. На подъездах к Барселоне местные фермеры на тракторах блокировали движения, из-за чего образовались многокилометровые пробки. Общественный транспорт работает только в часы пик. Днем было закрыто даже метро. На остановках десятки туристов, которые не могли уехать из города. Нам сказали, что автобус придет. У нас вечером рейс. Мы сидим тут еще с утра. Надеюсь, успеем. Я должен улететь. Тем временем президент Каталонии уже изменил тон в отношениях с Мадридом. Накануне он обещал, что регион до среды объявит независимость и будет создана Каталонская республика. Но вчера вечером заявил против травматичного разрыва с Испанией и призвал Мадрид к диалогу. Мы за диалог с участием третьей стороны международных посредников. Мы открыты к переговорам. Но испанские власти даже не пытались связаться с нами. Тем временем в окрестностях Барселоны, прибрежном городке Пинеда-де-Мар, испанским полицейским пришлось покинуть гостиницу после того, как здание окружили сотни протестующих. Подаваться и местных жителей те ушли, выкрикивая Испания. Такие действия резко осудил глава МВД страны. Он обвинил президента Каталонии в подстрекательстве людей к восстанию и сказал, что ни один полицейский не покинет регион. В Мадриде также заявили, ни о каких посредниках в переговорах не может быть и речи. Испанские власти грозят лишить Каталонию автономии, если депутаты все же проголосуют за независимость, а местный парламент распустить. Конституция страны дает Мадриду право прибегать к любым мерам для сохранения целостности Испании. Из Барселоны Алексей Пшемызский, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Пока Каталония требует развода с Испанией, Германия празднует День Единства. 27 лет назад воссоединились ГДР и ФРГ. Впрочем, в этот день немецкие политики снова говорят о стенах, которые разделяют немцев. Почему, расскажет Татьяна Лугунова. Государственный выходной и праздничное мероприятие по всей стране. Центр торжеств в этом году город Майнц. Там сегодня собрались все высокопоставленные немецкие политики. Лозунг «Вместе мы Германия». Но с трибун говорят не только о единстве, но и о расколе. Сегодня мы можем сказать, единство Германии уже стало политической повседневностью. Большая стена, которая разделяла нашу страну, исчезла. Но 24 сентября показала, есть и другие стены, они менее заметны, без колючей проволоки. Но тем не менее, они стоят на пути к нашему общему «мы». О новых стенах немецкие политики заговорили после последних парламентских выборов и успеха правых популистов в землях бывшей ГДР. 20% голосов избирателей. Это результат альтернативы для Германии на востоке страны. В землях этого региона партия заняла второе, а кое-где, например, в Саксонии вообще первое место. Такой высокий результат спустя 27 лет после объединения. Снова провел невидимую политическую границу между бывшими ГДР и ФРГ. Успех правых популистов в этих землях уже по косточкам разобрали немецкие политологи. Безработица, отсталость в экономическом развитии от западных земель, личная нереализованность и поиск виновных во всех этих проблемах. Я спрашиваю себя, что будет с моей пенсией, сколько я буду получать. Я вот сейчас плачу за беженцев, которых принимает Германия, а потом они перевезут сюда семьи, и я буду платить за них тоже, да? Сначала нужно, чтобы уехали все иностранцы. Тогда молодые люди смогут найти работу. У нас очень много безработных. Услышать и развеять страхи избирателей альтернативы для Германии сразу после выборов пообещала Ангела Меркель. Получится ли у нее сломать и эту стену, покажет следующее голосование через 4 года. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Завоевали медали, а получили еще и ордена. Президент Украины наградил украинских бойцов и ветеранов, которые принимали участие в играх непокоренных в Канаде. Перед одним из них даже преклонил колено. По словам Петра Порошенко, украинская команда получила все свои 14 медалей заслуженно. Особенно, если учесть, что участников от Украины было в пятеро меньше, чем от других стран. Президент надеется, что пример спортсменов на играх непокоренных вдохновит людей с ограниченными возможностями. Иракские курды выберут себе президента и парламент. Голосование назначили на 1 ноября. Напомню, чуть больше недели назад Курдистан провел референдум о независимости. Это возмутило не только Ирак, но и соседнюю Турцию, где тоже проживают много курдов. Президент этой страны Раджа Пардоган даже обвинил Израиль в причастности к референдуму. Обоснованы ли подозрения, выяснял Сергей Ауслендер. Курдский референдум уже наделал немало шума, но, похоже, его главные последствия еще впереди. Я напомню, что в северных районах Ирака, населенных преимущественно курдами, прошло голосование по вопросу о создании независимого государства. Больше 90% проголосовавших высказались «за». Это вызвало очень резкую реакцию официального Ирака, а также Ирана, Турции, даже Вашингтона. Все они высказались в том духе, что плебисцит был односторонним, нелегитимным, а значит, признавать его не будут. Но дальше всех пошел турецкий президент Эрдоган, который обвинил в организации референдума Израиль и его внешнюю разведку МОСАД. В этом регионе у МОСАДа очень тесные связи с курдами. Израильская разведка помогла им организовать и провести референдум. Вам нужны доказательства? На демонстрации в поддержку создания курдского государства ее участники размахивали израильскими флагами. Никто, кроме Израиля, итогов голосования не поддержал. И это чистая правда. Еврейское государство действительно единственное в мире признало итоги референдума. Собственно, связи Израиля с курдами никакой не секрет. Иерусалим уже несколько десятков лет поддерживает стремление этого народа к независимости. МОСАД действительно помогал курдам налаживать их разведслужбу. Израильтяне поставляли им оружие и помогали в войне против режима Саддама Хусейна. Но в том, что касается организации референдума, тут турецкий президент явно преувеличивает заслуги еврейского государства. Израиль не раз подчеркивал, что помогать курдам будет, но вот влиять на их волю не собирается никак. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова